Государственный концерн Украборонпром совместно с польской компанией создали новейший танк РТ-17 по заказу Миноборона Польши. Танк РТ-17 является глубокой модернизацией танка Т-72, который находится на вооружении польской армии, сообщает диалог.уаса с ссылкой на пресс-службу Украборонпрома. Несмотря на то, что Министерство обороны Польши сотрудничает с компаниями стран НАТО в этот раз выбор партнера для создания сверхсовременной машины был сделан в пользу Украины. Это доказательство нового уровня украинской оборонной промышленности, который стал возможным благодаря разорванным в 2014 году цепям, которые связывали украинскую оборонную промышленность с Россией. Это доказательство того, что Украборонпром интегрирован в международное сообщество, это доказательство доверия к украинской инженерной мысли и ее профессионализму, того, что не только Украина открыта для стран НАТО, но и сами члены Альянса открыты для Украины, прокомментировал события генеральный директор ГК Украборонпром Роман Романов. Как заявили в компании, реализация такого технически сложного проекта с польскими коллегами говорит не только о готовности сотрудничать с НАТО в сфере оборонной промышленности, но и готовности модернизировать вооруженные силы Украины. Предприятие Украборонпрома, как только поступит соответствующий заказ от Министерства обороны, готово разработать и за минимально короткий срок представить варианты модернизации танков Т-64, Т-72, Т-80, Булатоплот, которые будут отвечать стандартам НАТО. Для этого уже готова 120 МН-пушка танка с автоматом заряжания. На практике решено ее сочетание с прицельными комплексами производства стран НАТО, оточенной установки современных цифровых компонентов, включая связь и навигацию. Конструкционные ресурсы танков позволяют осуществлять замены башены моторно-трансмиссионного отдела для установления нового вооружения мощных современных двигателей. Для повышения огневой мощи ПТ-17 получил новую пушку КБМ-2, НАТОвского калибра 120 ММ, которая была изготовлена на предприятии Украборонпромау, ХКБМ Морозова. При этом украинским инженерами был полностью переработан автомат заряжания для использования 120 ММ танковых боеприпасов. Такие изменения вооружения вызвали необходимость изменения конструкции башни. Для повышения точности огня на ПТ-17 установлены польские прицелы типа ГОЧ-1, НИКИГОТ-1 и РИСАТЧО-СА. Также ПТ-17 оборудован польским двигателем С-1000РС автоматической трансмиссией СМ-350М, дополнительной силовой установкой и новой системой управления. Как и в случае с башней, для установленных новых силовых агрегатов были проведены работы по изменению всего моторно-трансмиссионного отдела танка. Модернизация коснулась и защиты машины, включая систему динамической защиты и электронных систем противодействия враждебным атакам. Таким образом, ПТ-17 является результатом сочетания инженерной мысли оборонных комплексов Польши и Украины, который позволил за короткий срок, всего за пять месяцев, разработать, изготовить и предоставить все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на МСП-2017 состоялась полноценная презентация нового танка. Ранее президент Украины Петр Порошенко показал видео с испытанием модернизированного танка Т-72А.